Если пропагандируется безмолвие, то есть отсутствие мыслей, отсутствие мышления, тишина ума, соответственно, сам ум – это плохо. Тогда кто стоит за тем, что ум есть, стоит мышление. Чья это ошибка? То есть если это имеет место быть, значит это для чего-то нужно. То есть творение не ошибается. А вот другой вопрос – для чего навязывается борьба с этим самым творением, которое уже имеет место быть, таковым, каким оно является? Есть один очень важный аспект в связи со всем этим. Когда ты борешься, уходит время, уходит энергия, энергия светимости, правильно? Потому что ты проживаешь это, ты ткешь полотно реальности с собой, своим излучением. И то, куда ты направляешь внимание, да, свое излучение, то начинает оживать. Происходит воплощение, да, то есть бесформенное получает форму. И человек идет вот в эту идею, в эту цель, полностью транслируя туда самого себя. Для чего это нужно информационным источникам, которые навязывают вот такой посыл, что безмолвие – это истинная природа человека? Чтобы он стал обесточенным, чтобы у него ничего не осталось. И вот этот перевертыш, эта ловушка, она не замечается человеком, а зря. Он должен быть крайне бдителен, крайне внимателен к таким призывам. Сначала надо задаться вопросом, если это создано, является ли это ошибкой? Зачем я должен с этим бороться? Зачем я должен что-то уничтожать, что-то стирать, от чего-то избавляться? Кто стоит за тем, что это нужно делать? И сколько уйдет на это времени? И что мне это даст, когда я молчу, когда я в полной тишине? Нужна ли эта тишина? Более того, ведь когда человек даже понимает, что ему нужна тишина, что безмолвие – это отсутствие мысли. Он ведь не ощущает, что это такое, а он пытается представить это. То есть он оживляет собой, своей светимостью лишь концепцию об этом. Он никуда не двигается. Он ничего не делает. Он находится в ментальном колесе, в ментальной петле. И никакой здесь динамики нет. Он просто сгорает в мыслительном процессе. Любая информация, она провокативна. Особенно, когда человек ее проглатывает на ура. То есть он внутри этого процесса, он внутри мыслей, он внутри мышления. То есть вся эта махина его как бы прокручивает, да, его использует. А человек наивно полагает, что это он сам думает, что это он там сам выбирает. А это не так. Я хочу сказать, что ключ здесь кроется вот в чем. Ни от чего, естественно, избавляться не надо и нельзя. Это крайне опасно. Важно быть в разотождествлении. А что это значит? Это дистанция, когда есть ты сам, а есть отдельно твое мышление. Когда ты внутренним взором видишь свои мысли. Ощущаешь свои мысли. Ощущаешь весь ментальный процесс. И не обуславливаешься им. То есть у тебя появляется право выбора. Только в этом случае, когда есть люфт. В любом другом случае ты уже внутри. Ты уже подконтролен. Ты в кабале. Никакого выбора нет и быть не может. Поэтому безмолвие это западня. Как и поиск тишины это западня. Человек должен находиться в балансе. Ведь есть вот эта известная библейская фраза. Будь в мире, но не от мира. Ты должен находиться здесь, но не пропитываться тем, что тебе навязывает информационное поле. Ты должен держаться на дистанции. То есть находясь здесь, но не проваливаясь. То есть ходить по воде, а не нырять на дно. На самом деле, если внимательно разобраться, то даже те, кто пишут, то есть любые информационные источники, которые вещают о том, что необходимо безмолвие, они тем не менее не молчат. Им просто нравится вот этим эгрегором и ментальным. Им нравится делать посылы, куда-то затягивать человека, куда-то его отсылать. А куда-то это куда? Самое главное, прочь от себя. То есть предать себя и уйти и заблудиться еще дальше. Вот какую цель преследовать информационный сигнал, информационный вирус. А по большому счету судьба человека, эти информационные источники, она не волнует их. Что с этими людьми будет? Как человек будет справляться с этим? Потому что действительно парадокс в том, что тот или иной мастер, который таковым себя считает зачастую, вопреки логике какой-либо, он навязывает тишину, он навязывает безмолвие, он навязывает попытку ловить паузы между мыслями, но сам он не молчит. Сам он транслирует собой совершенно другую частоту и другую динамику. То есть вот в этом уже есть подвох, но человек тоже это проскакивает. На самом деле швов в матрице очень много, но для того, чтобы их заметить, нужно действительно некое абстрактное, некое стороннее наблюдение. То есть наблюдение за всем, как некий свидетель. То есть необходимо свидетельствование, не погружение, не внимания, не об условностях, а некое свидетельствование, как сторонний наблюдатель, который в первую очередь находится в наблюдении за собой и за всем окружающим самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok